До этого было небольшое село, 10 тысяч человек. Мы верим в то, что потенциал России как раз скроется в регионах. Никогда не рассматривал путь предпринимателя, но одно мероприятие изменило мою жизнь. Я, бывает, порой такие вещи слышу интересные. Когда ты основатель, ты восьмикрылый семенок. Шахтер с доходом в 50-60 тысяч рублей попадает в кассовый разрыв в десятки миллионов рублей. Это страшно. Меня зовут Огурцова Юля. Я международный сертифицированный коуч. Работаю с командами и с руководителями. Сегодня я проведу интервью с двумя замечательными руководителями, собственниками и основателями сети Пекарин Сдобна. Позвольте вам представить Сергей Горнага, Огурцов Андрей. Сергей, вам слово. Расскажите кратко о себе. Я много лет, больше десяти лет проработал в найме. Я шахтер. Я работал под землей, профессия проходчик. И всегда рассматривал для себя бизнес, как что-то сотворить, творить, создавать, созидать. Мне это очень нравилось на самом деле. Мне нравится то, что сейчас наша компания делает, успешно делает. Уже больше года мы создали сеть. Мы за прошлый год обслужили более полумиллиона человек. Это очень приятно создавать, что эти люди получали заботу от нас. Я это все-таки воспринимаю как заботу. Теперь позвольте познакомлюсь с вашим партнером, с учредителем Андреем Огурцовым. Расскажите, где они у нас были? Что же было до этого? До этого было небольшое село, десять тысяч человек. Единственным возможным вариантом было выйти из этого окружения. Это пойти учиться. Закончив университет, я точно понимал, что хочу большего. Переехал в угольный край. Так начался мой путь, моя карьера в найме. Никогда не рассматривал путь предпринимателя. Но одно мероприятие изменило мою жизнь. После чего я сейчас на этом пути рассматриваю только предпринимательство. Не собираюсь идти в найме. В каких направлениях, какие города планируют в ближайшее время? Если говорить о амбициозных планах, то мы масштабно планируем захватить всю планету. Но если говорить о среднесрочной перспективе, мы также рассматриваем и ближайшие зарубежья. У нас есть потенциальные партнеры в Казахстане, в Молдове, в Беларуси. И мы ведем переговоры с Дубаем. Арабские эмираты. Арабские эмираты, да. Но при этом, при всем, мы рассматриваем основное свое направление – это развитие регионов. Мы верим в то, что потенциал России как раз кроется в регионах. Мы сами парни из регионов, из небольших городов. И мы верим, что те люди, которые там проживают – это сердце России. И мы работать хотим только для них. На самом деле, когда ты только открываешь бизнес, когда ты основатель, ты восьмикрылый семенок. Ты делаешь все в своем бизнесе, ты все перевозишь на своем автомобиле, ты во всех процессах участвуешь. Где можешь, там, ты уложишь плитку, где можешь, там, лезешь в электричество, понимаешь, не понимаешь, не важно. То есть ты вроде как все затраты на старте минимизируешь. Но в процессе ты понимаешь, что твоя ключевая компетенция заключается не в этом. Она заключается в том, что тебе необходимо развивать свой проект, смотреть немножко выше. Я неоднократно замечал, проводя планерки в офисе, я больше часа рассказываю, мы с Андреем рассказываем, к чему мы идем, как мы к этому будем добиваться. И в конце планерки спрашиваешь, всем все понятно? Весь коллектив говорит, да, все понятно. Точечно говоришь, что тебе конкретно понятно? И я, бывает, порой такие вещи слышу интересные, я не об этом говорил целый час. Необходимо понимать, кто перед тобой сидит и как он слышит эту информацию. Если я правильно понимаю, я лечу систему 4D. Да, верно. 4D-лидерство помогло нам порядком эффективнее, но это как минимум с персоналом управленческим. Чтобы понимать, какой нужен человек четко вописать и ставить задачу. У нас в компании происходит обучение, мы доводим до результата. Так как наша управляющая компания живет как раз на эти ежемесячные выплаты. Правильно, вот они называются. У нас заинтересованность, чтобы человека обучить до продажи ему франшизы. Чтобы он сделал этот выбор осознанно. И мы сделали этот выбор также осознанно, так как мы подбираем франшизи партнеров и не со всеми мы взаимодействуем. Ручаетесь, я бы, вот, наверное, да? Да, такой ключевой вопрос, который нам задают. И здесь, на самом деле, простой очень ответ. Нам в жизни нравятся разные машины и разные женщины. Мы не спорим на эти вещи, а все остальное взаимодействие внутри компании конструктивное. Наша компания попала тогда в долговую, так скажем, яму в размере более 10 миллионов рублей. Мне, как на тот момент, если сейчас говорить, что шахтер с доходом в 50-60 тысяч рублей попадает в кассовый разрыв в десятки миллионов рублей. Это страшно. Не понимая, как выходить из этого, большинство людей, к сожалению, могут рассматривать самые печальные пути исхода из этой ситуации. Кто-то, может быть, начинает прятаться, кто-то уезжать куда-то, скрываться и, не дай бог, доводить до каких-то печальных, летальных исходов. Это был предел, все, я закипел прям, я не мог дальше двигаться. И подошел ко мне Андрей и поднял, говорит, ты что, ты да это разве, ты что, о чем ты говоришь? Мы сейчас раз-раз справимся. И вот это подбадривание, азарт, включение в это, это стоит очень дорогого. И вот здесь еще раз эти отношения партнерские, это уникальность. И вот этому только сейчас дали название, как бы охарактеризовали, что это называется неизбежность пиздеца. И когда ты должен это осознать, эту ситуацию, ты ее должен принять в первую очередь. И когда ты ее принимаешь и свыкаешься, зверь, названный по имени, теряет свою силу. Жизнь одна, и я хочу донести ценность того, что время – единственный невосполнимый ресурс. Не надо откладывать жизнь на потом. Я вам настоятельно рекомендовал бы зрителям, тем, кто нас смотрит, начинать жить здесь и сейчас, не ждать чего-то. И начинать надо с себя. Возьмите ответственность на себя, заведите сильную привычку, начните бегать, плавать, что-то делать стабильно, системно. Это позволит не только вам стать физически сильнее, но и психологически. Всем спасибо, кто сегодня нас смотрел, кто был с нами. Я уверена и знаю, что вы получили огромное количество инсайтов. Где-то у вас вот так вот щелкнулось, и вам тоже захотелось поставить себе такую мечту, такую цель и к ней идти. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Как субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...